К следующей теме перейдем. Президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает электронные сигареты, вейпы и кальяны к сигаретам. Их объединили под понятием никотиносодержащая продукция, на которую закон распространяет такие же ограничения и запреты, как на курение, продажу и рекламу обычных сигарет. Речь идет о запрете курить в том числе на вокзалах, в аэропортах, в торговых центрах, офисах, кафе и ресторанах, а также в коммунальных квартирах. Это касается в том числе и кальянов. На летние веранды заведений запрет не распространяется. За нарушение этих положений грозит административный штраф от 500 до 3000 рублей. Сегодня вейпы и кальяны занимают около 2% рынка табачных изделий, но их доля растет, особенно среди молодежи. В отличие от обычных сигарет, где табак сгорает, в устройствах нового типа нагревается жидкость, а курильщик вдыхает не дым, а пар. Исходя из этого, любители подымить считают вейпинг безопасной имитацией курения. Вейп можно сравнить с ингалятором. При этом жидкость для парения состоит из глицерина, пропиленгликоли, ароматических добавок и может содержать никотин. Термическое разложение пропиленгликоли и глицерина приводит к образованию соединений, которые обладают токсичными свойствами. Акралиин раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, а также проявляет мутагенные свойства. Помимо перечисленных свойств, оказывает воздействие на центральную нервную систему. Ароматизаторы, которые содержатся в жидкости для курения, вызывают аллергические заболевания верхних дыхательных путей, вплоть до развития бронхиальной астмы. Всемирная организация здравоохранения относит электронные сигареты к электронным системам доставки никотина. В 27 странах вейпы запрещены вовсе. Подробнее на эту тему поговорим с нашей гостью. У нас в студии Елена Поступаева, аллерголог-иммунолог поликлиники номер 3. Елена Геннадьевна, здравствуйте. Елена Геннадьевна, доброе утро. Давайте разберемся, вызывают ли кальяны и вейпы зависимость или все-таки это такая безобидная штука? Это абсолютно не безобидная штука, потому что все никотиносодержащие различные средства вызывают ту или иную степень зависимости. И нужно сказать, что в принципе то, что поступает с неконтролируемой дозой никотина, оно вызывает гораздо быструю зависимость. Особенно это касается все-таки молодежи. Многие говорят, что кальян вроде там пропускается через воду и там уже никотина якобы нет, или там через молоко. А молоко, как известно, же за вредность выдают. И молоко, и вода не относятся к средствам, которые обладают достаточным сорбирующим эффектом. Поэтому количество аэрозоля, содержащие разрушительное для организма, для легких веществ, оно велико. Поэтому это один из мифов для курильщиков кальяна. Но тем не менее говорят о том, что вейп и кальяны, они менее опасны, чем, например, обычные сигареты. Так ли это? Или все-таки нет никакой разницы? Извините за такое сравнение. Что будет менее опасным? Питье из лужи или питье из водопроводной трубы, которая течет с крыши. Это опасно. Наш организм не предназначен для вдыхания чего-либо, кроме чистого воздуха, или попадания в него чего-либо, кроме чистой воды. Поэтому вред этих электронных средств доставки или кальяна, он обеспечивается не только теми частицами, которые содержатся и приводят к развитию оксидативного стресса в легких, но и непосредственно никотина. Почему-то забывают о том, что никотин является очень мощным нейротоксическим веществом. И он пагубно воздействует как на сердечно-сосудистую, так и на центральную нервную систему. Поэтому даже если не будет каких-то частиц в этом паре, там будет неконтролируемая доза никотина. Если говорить о кальяне, то получение этой дозы будет очень высоким. Потому что при курении сигареты курильщик делает до 12-50 затяжек в течение 5 минут. А кальян – это всё-таки до 500 затяжек. И здесь доза никотина, но она возрастает в десятки раз. Но всё-таки считается, что если человек курит обычные сигареты и переходит на различные электронные средства доставки, например, если не брать кальян, то это такой способ бросить курить и снизить, может быть, нагрузку на лёгкие. Вот насколько это соответствует? Вот если говорить, расшифровка Айкос, да, я прекращаю курение аналоговых сигарет. В этом слогане главное – прекращаю курение аналоговых. Нам нужно, чтобы я прекращаю курение, и эти электронные средства доставки не предназначены для снижения никотиновой зависимости. Мало того, риск той дозы никотина, которая не всегда контролируется производителями, оказывает гораздо мощное, более мощное воздействие, чем курение аналоговых сигарет. Поэтому здесь они не предназначены. Мало того, они выпускаются на тех же заводах, что и аналоговые сигареты, теми же производителями. Соответственно, это направлено на поддержание никотиновой зависимости. Вот вейперов на сегодняшний день делят на два типа. Те, кто перешёл с обычных сигарет на вейп, и те, кто, скажем так, новенькие, подключились. Стартанол. Да, можно ли сказать, что вот эти все новомодные средства, они подталкивают людей к тому, чтобы начать курить? Конечно, не подталкивают. Ведь взрослый человек после 40 вряд ли пойдёт на такую внешнюю атрибутику. А вот молодёжь как раз и та агрессивная реклама, которая проводится в торговых сетях, она как раз начинает, входит в стадию никотиновой зависимости. Поэтому нужно отмечать, что абсолютно правильные шаги правительства делаются. Нужно отметить, что зависимость никотиновая, так же, как и этаноловая, у нас в стране, к счастью, снижается. Но вот всё-таки существует мнение, что с помощью вейпов можно ещё и вес контролировать, потому что это же не курение обычное, а вроде бы парение, как его называют. Вот здесь-то сколько-то правды. Мы тогда говорим о биохимическом воздействии никотина на организм, когда он вызывает блокаду центра голода и токсическое воздействие на организм. Конечно, если организм под токсическим воздействием, есть ему хочется меньше. Если заблокирован центр голода, то же самое происходит. И почему происходит увеличение веса, когда мы бросаем курить? Разблокируются эти ситуации, уходит токсическое воздействие, и центр голода начинает работать в обычном режиме. И за счёт этого, ну и кроме этого, попытки заменить хоть чем-то пустоту во рту приводят к повышению веса. Поэтому есть гораздо более безопасные и эффективные способы контроля веса, нежели токсическое воздействие никотина на организм. Елена Геннадьевна, а вот можно ли при использовании одного курительного средства, устройства заразиться гепатитом или туберкулёзом? Мы сейчас говорим о кальянах. Устройство кальяна таково, что там сосуд, трубка, шланг. Можно провести аналогию. Возьмём систему для внутривенного вливания и будем просто менять иголочку. И эту систему будем использовать у разных пациентов. Сейчас это, в общем-то, никому в голову не приходит. Да, конечно, это средство, система доставки многоразовая, меняется только иммунштук. Соответственно, риск заражения туберкулёза в этом случае очень велик. Очень велик. Елена Геннадьевна, спасибо вам большое. Мы ещё раз хотим отметить, что курение абсолютно любых средств и устройств, оно очень опасно. У нас в гостях была Елена Поступаева, аллерголог-иммунолог поликлиники номер 3. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова